К этой красоте привыкнуть нельзя. Выразить ее способны немногие. Здесь жил художник Виктор Васнецов. Сто лет назад этот человек поднял из самых глубин народной памяти образы и краски, без которых нельзя представить нашу культуру. Знаток фольклора, собиратель старинных икон, Виктор Михайлович Васнецов знал наизусть слово о полку Игореве в подлинном, исконном его звучании. И, как положено на Руси, был у него верный товарищ, младший брат. Аполлинарий Васнецов тоже стал художником. Он жил далеко отсюда, в деревне под Вяткой. Старший брат привез его в Москву. Я был поражен видом Москвы. Прибытие мое было решительным поворотом. Это сказал много лет спустя уже совсем иной человек. Иной Аполлинарий Васнецов. Академик живописи, член товарищества передвижников, первый художник-историк, воссоздавший в своих произведениях облик старой Москвы. Кабинет Аполлинария Васнецова был кабинетом ученого. Не осталось верных изображений древней Москвы. Гравюры иностранцев, тяготеющие готики, специалисты называют Москвой фантастической. Иконы говорят иначе. Аполлинарий Васнецов изучал планы Москвы, составленные еще при Борисе Годунове и ранее. Потом уже своей рукой наносил на чертеж все детали рельефа, реки, ручьи, предполагаемое строение, восстанавливая историческую застройку тех далеких времен. Делал рисунок. Потом эскиз. Каждую такую работу он представлял на суд общество ученых «Старая Москва». И когда историки во главе с Ключевским говорили «да», художник приступал к живописному полотну. Таких полотен, посвященных прошлому Москвы, он создал более ста. «Забытые древности картины полны старинной простоты. Остроконечны бревна тына и кремы Ивана Калиты. Вчера Россия отдаленной, живущей в отзбуках молвы, в блестящих красках оживленной забытой древности Москвы». Так по-своему оценил творчество Аполлинария Васнецова знаток старой Москвы Владимир Гелировский. Да, в этой мастерской в Фурманном переулке действительно ожила вся история нашей столицы. Строительство стен Москвы при Юрии Долгоруком. Кремль Ивана Калиты. Времена Дмитрия Донского. Постройки Ивана Третьего. Новый облик престольного града, царствование Ивана Грозного. Наконец, белокаменной башни Старого Кремля в конце 17 века. Москва Прекрасна. Чтобы осознать это, нужно не только ее видеть, нужно знать ее прошлое. И если теперь дети в школах изучают по картинам Аполлинария Васнецова историю своей столицы, то лучшего памятника художнику быть не может. Субтитры создавал DimaTorzok